Иисус Христос 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 Как? Через познание Бога, да? И поэтому Иисус Христос говорит, исследуйте Писание, ибо через них вы надеетесь иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Все Писание говорит о Иисусе Христе, о том, что Иисус Христос – это Бог, это Дух, Великий Всемогущий, Творец Мирозданий, но Он приходил на землю в таком же теле, как мы живем, для того, чтобы пострадать за наши с вами грехи. И поэтому Писание говорит, да не хвалится сильной силою Своей, да не хвалится богатой богатством Своим, да не хвалится мудрой мудростью Своей, но хвалящийся хвались тем, что знает Меня, что Я Господь, творящий суд и милость. И поэтому единственное, чем мы должны хвалиться, это тем, что мы знаем, кто такой наш Творец, кто такой наш Спаситель Иисус Христос. И поэтому Господь и дает нам возможность исследовать Писание. Иисус Христос, когда молился, Он говорил, Отче, благодарю Тебя, что Ты сокрылся от мудрых и разумных и открыл детям. Ибо никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И потому Господь нам открывается через это дивное и чудное Слово, и через Слово Он входит в сердце человека и живет в человеке. И для этого мы с вами и исследуем Писание. Бог говорил через Осию, 6 глава, 6 стихом, Он говорит, милости хочу, а не жертвы, и Бога ведения, более, нежели все сожжения. Господь говорит, я хочу Бога ведения. И здесь же 4 глава, 6 стихом написано, Бог говорит, народ мой будет истреблен. За что? За недостаток ведения. И поэтому мы с вами должны иметь ведение о Боге, кто такой наш Творец, кто такой наш Спаситель, Иисус Христос. Иисус говорит, Иоанна 8 глава, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Познайте истину, а Иисус говорит, я есть истина. А в другом месте Он говорит, Отче, Слово Твое есть истина. И у нас есть истина, которой есть Иисус Христос, и вот это есть Слово, которое является Иисусом Христом. У нас есть эта истина, которую мы должны принимать в свое сердце. Однажды к Иисусу Христу подошел человек, Иоанна 8 глава, 25 стих, и там собрались фарисеи и говорят, кто же ты такой? Он говорит, я есть от начала сущий, как и говорю вам. Я есть от начала сущий. То же самое, когда Бог открывался Аврааму, то есть Моисею, это исход 3 глава, 14 стих, когда Моисей спросил, кто ты такой? Он говорит, я есть сущий. И поэтому у нас есть сущий, который открывался Моисею, и тот же самый сущий Иисус Христос, который пришел на эту землю, чтобы пострадать за грехи людей, за наши с вами грехи, потому что мы грешники, а грешник должен идти в ад. Написано, все согрешили, лишены славы Божьей. И только написано, кровь Иисуса Христа очищает вас от всякого греха. Только кровь Иисуса Христа. Евреям 11 глава, с 24 стиха написано, Моисей поношение Христовы почел для себя большим сокровищем, нежели египетские сокровища, ибо, видя невидимого, был тверд. Моисей поношение Христовы. И поэтому Моисей носил поношение Христовы там в пустыне, ибо, написано, видя невидимого, был тверд. Потому что Иисус Христос тогда не был видимым. Иисус Христос – это Дух, это Бог, но Он приходил на землю в таком теле, для того, чтобы пострадать за наши грехи. Написано в Библии, Он унизил себя, принял образ раба, сделался подобным человеком, по виду стал, как человек. Написано в Библии, как дети причастны плоти и крови, то Иисус Христос воспринял онное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. И поэтому наш Творец страдал за наши с вами грехи. 1 Коринфянам, 10 глава, 9 стих. «Не станем искушать Иисуса Христа, как евреи искушали Иисуса Христа в пустыне и погибли от истребителя. Не станем искушать Иисуса Христа, как евреи искушали Христа». Они тоже искушали Иисуса Христа. Только Он тогда являлся им в столпе облачном, в столпе огненном. Он говорил через ангелов. И поэтому Писание говорит, если в древности Бог говорил людям через пророков и через ангелов, то в последнее время в Сыне Своем. А в Сыне – это значит в Слове, потому что Слово является Сыном Божьим. То Слово, которое воплотилось, написано, «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». И вот это Слово, которое сегодня человек может принимать свое сердце верою. 1 Коринфянам, 10 глава, 3-4 стих. Написано за евреев. «И все они ели одну и ту же духовную пищу и пили из духовного камня. Камень же был Иисус Христос». И поэтому евреи ели ту же самую духовную пищу, которую сегодня едят люди верующие. Христос говорит, «Я есть хлеб, шедший с небес, едущий хлеб сей, вот это Слово, не умрет вовек». И они пили ту же самую духовную пищу, и написано, «пили из камня». Камень же был Иисус Христос. И поэтому мы тоже сегодня пьем из этого камня. Христос говорит, «Кто будет пить воду сию, это Слово Божье, то эта вода сделается в нем источником воды, текущую в жизнь вечную». И поэтому мы с вами должны пить эту драгоценную воду, чтобы она оставалась в нашем сердце. Потому что евреи тоже пили ее, но написано, немногим из них она принесла пользу, потому что они не приняли Слово Божье и не растворили в своем сердце верою. И поэтому мы с вами должны пить эту воду и оставлять ее в своем сердце, чтобы мы жили по Писанию, чтобы мы были исполнителями воли Его. Римлянам, 9 глава, 5 стих. «И от них Христос, от евреев, сущий, от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог. От них Христос по плоти, сущий над всеми Бог». Представьте, Иисус Христос – это Бог, это Дух, Великий Всемогущий, Который сотворил небо, землю, нас с вами. Написано Колоссянам, первая глава, вернее, третья глава, первая глава, 16 стих. Написано, «Все им и для Него создано, престол или господство, или власть, или». Иисус Христос сотворил все. Написано, «Все им и для Него создано, и Он есть начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». И поэтому Иисус Христос сотворил эти мироздания. Вот представьте себе, «Все им и для Него создано, видимый и невидимый мир». Невидимый мир – это ангелы, которых сегодня находится здесь кто-то сколько, наверное, больше, чем нас с вами, ангелов, но они невидимые. И поэтому невидимый мир сотворил тоже Иисус Христос, говорит Писание. Вот Иисус Христос сотворил эту землю, мы можем представить, земля большая, Он сотворил это Солнце. Но представьте, допустим, вот эти галактики, которые сотворены тоже им, которых сегодня более 500 миллиардов галактик, которые видят только эти телескопы, да? Вот наша галактика, в которой мы живем с вами, в ней более 300 миллиардов звезд, в нашей только галактике. Она создана тоже Иисусом Христом. Ну, можно представить величину нашей галактики, хотя она и не самая большая в этой системе, да? Наша Солнечная система – это всего лишь капелька, маленькая капелька в нашей галактике. Так вот, если мы представим нашу галактику, ну, можно пролететь ее за 100 тысяч лет, если лететь со скоростью света. А вы знаете, какая скорость света? Это, да, это взял фонарик, да, моргнул фонариком, вот, секунду, и 7 раз свет должен облететь вокруг этой Земли. Вот это скорость света. Вот если лететь с такой скоростью, то за 100 тысяч лет мы можем прилететь в нашу галактику. Но она очень маленькая, понимаете, от таких галактик 500 миллиардов, которые только видят телескоп. Но Писание говорит, все имя для Него создано, все это создано Иисусом Христом. И Он же, Тот, Который сотворил все, написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И поэтому Он приходил на эту Землю по любви к нам, чтобы пострадать за наши грехи. Библия говорит, наказание мира нашего было на Нем, ранами Его мы исцелились. Библия говорит, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховного, в таком же теле. И наказание мира нашего было на Нем, да, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех. И поэтому мы с вами, весь мир под законом, а закон гласит, все согрешили и лишены славы Божьей. Все люди грешники. Подумал плохое грех, сказал плохое грех, обидел человека грех, обсудил человека грех, да. Человек грешит постоянно. Я уже не говорю за курение, пьянку, блуд, сквернословие, обманы, ереси. Все люди обречены на вечные муки, потому что грешник должен идти в ад. А все согрешили. И поэтому единственный способ избавиться от грехов, это кровь Иисуса Христа очищает вас от всякого греха. Библия говорит, всякий, кто призовет имя Господа Иисуса Христа, спасется. И поэтому единственное имя, дающее спасение, это Иисус Христос. 1 Иоанна, 5 глава, 12-13 стих. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Имеем ли мы сегодня Сына Божия? Сына Божия, имеется в виду в своем сердце, живет ли он там. Потому что Иисус Христос, это Дух, это Бог, который приходил на землю в теле человеческом, в таком же плоти. Но Библия говорит, 2 Коринфянам, 2 Коринфянам, 5 глава, 16 стих. Отныне мы никого не знаем по плоти. Если знали Христа по плоти, то более уже не знаем. Иисус Христос говорит, не наполняю ли я всю Вселенную, небо и землю? Как брат говорил, что если двое или трое соберутся во имя Мое, я среди них. Иисус Христос здесь с нами, да? Но Он живет сегодня в каждом верующем человеке. Написано, Христос в вас, упование славы. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но дужи для праведности. И поэтому Иисус сегодня стучит в каждое сердце. Он говорит, все стою у двери и стучу. Кто услышит голос Мой, это слово, и отворит дверь и сердце, войду, буду вечерять с ним, он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле, как Я победил, и сел с Отцом Моим. И поэтому Он стучит в каждое сердце. Но открыть нужно тогда, когда Он стучит, понимаете? Потому что вот пришел к вам кто-то домой, да, и стучит в дверь. И вот пока Он стучит, вы можете подойти, открыть дверь, и Он войдет. Но если Он уйдет, потом хоть открываясь, хоть не открывая, Он не войдет. И поэтому для каждого человека есть день ныне. Бог говорит, ныне же, это сейчас же, когда услышите о глаз Его, голос Божий, это слово, не ожесточите сердец ваших. Иисус сегодня стучит в каждое сердце. И если кто сегодня не принимал Иисуса Христа, вы можете сегодня обратиться к Нему и сказать, Господь Иисус, прости меня, я грешник, я не хочу больше грешить, я отдаю себя Тебе, Ты управляй мною. И я обещаю, человек должен дать Богу обещание, что я буду жить по Писанию, я буду исполнять Твою волю. Потому что написано, крещение, это обещание Богу доброй совести. Обещание Богу. Человек должен дать Богу это обещание. Да, человек сам не может исполнить ничего, потому что Иисус Христос пришел на землю в теле человеческом и заплатил за наши грехи и исполнил закон за нас с вами. Он говорит, я пришел не нарушить закон, но исполнить. И поэтому Он исполнил закон. Человек сам не может ничего, и поэтому Христос говорит, без Меня не можете делать ничего. Но Он хочет вселиться сегодня в каждого человека и жить в Нем. Он говорит, вселюсь в вас, буду ходить в вас, вы будете моим народом, я буду вашим Богом. И вот в ком живет Христос, это и есть христианин. А в ком Христос не живет, это не есть христианин. И Господь говорит, по делам их вы узнаете их, по делам их, потому что этот человек уже не будет делать зла. Он не будет ни пить, ни курить, ни блудить, ни сквернословить. Написано, если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но дух жив для праведности. Писание говорит, рожденный от Бога не грешит. Писание говорит, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый сатана не прикасается к нему, не прикасается. И поэтому сегодня есть эта кровь Иисуса Христа, которая сегодня разливается везде. И вы сегодня можете обращаться с Иисусом везде, повсюду, с Ним можно разговаривать мысленно. Писание говорит, небеса небес не умещают Его, как Он велик, и Он сегодня хочет жить в каждом человеке. И поэтому Господь сегодня зовет, потому что время этого мира подходит к концу. И как Христос сказал в последнее время, проповедана будет всей Евангелие, во святерство всем народам, по всей вселенной, и тогда придет конец, то Господь сейчас собирает с этого мира самые последние колосочки. Потому что Слово это святое сегодня проповедуется везде, во всем мире, на всех языках. И поэтому Господь сегодня стучит, если кто не обратился к Нему сегодня. Он сегодня зовет вас, потому что Писание говорит, всякий, кто призовет Господа Иисуса Христа, имя Господа Иисуса Христа спасется. А имя одно, да? Имя это Иисус. Иисус это по-гречески, по-еврейски, как сегодня сестры пели, это Ишуа, да? Ишуа. А в переводе на русский язык, знаете, как переводится? Это Яхвы спасает. Яхвы – это древнее имя Бога, которое Бог открывался тем пророком первым. И вот это имя дает спасение. Поэтому в переводе на русский язык Иисус это Яхвы спасает. И поэтому Иисус Христос сегодня стучит в каждое сердце. И поэтому вот это чудное и дивное имя, которое мы должны принимать в свое сердце, и написано, всякий, кто призовет имя Господа Иисуса Христа, спасется. Так что обращаться к Нему и прославлять Его за искупительную жертву на кресте Голговском. Да благословит нас Господь. Аминь.